В этом выпуске... Мы очень часто обсуждаем боевики, но в этот раз мы решили рассмотреть этот жанр не с точки зрения каскадера, а с точки зрения экшн-оператора, то есть как снимать экшн-сцены именно с операторской стороны. Чем отличается экшн-оператор от обычного оператора? Давайте только про себя скажу. Я сам каскадер, мне легче снять экшн-сцены, нежели чем обычному оператору-постановщику. То есть условно снимается фильм, например, идет разговорная сцена и снимает обычный режиссер, когда начинается драка, приходит экшн-режиссер, режиссер говорит «Отойди», а экшн-оператор говорит оператору «Отойди», то есть ты свет выставишь, чтобы он был красивый, а ракурсы падать, прыгать — это на мне. Снимали экшн-директоры какие-то экшн-сцены, боевики все, и они как бы бывшие каскадеры, постановщики трюков, те люди, которые связаны с экшеном. Директор экшн-юнита — это полноценный режиссер, только отвечающий за экшн, за боевики и за все вот эти вот взрывы, полеты, драки. То есть смотри, в обычном кино, даже в драматическом кино всегда в Америке есть вторая группа, то есть Second Unit, который, например, снимает все кадры, где нет актеров, где нет лиц актеров. У нас такой тоже есть, я знаю. Да, и, например, это как у Хичкока, когда он жил в Англии и работал, он был учеником одного, я не помню уж имени, там, режиссера, и потом он уехал в Америку, Хичкок стал знаменитым, и когда он возвращался, ему вот этого режиссера, у которого он учился, ему сказали, ну вот твой Second Unit будет у тебя снимать «Рассветы и закаты». И он говорит, мне было неудобно, как же так, то есть этот человек меня учил, а теперь он меня снимает «Рассветы и закаты». Поэтому это даже еще с тех времен были… Фильм не обязательно снимает полностью целиком, один режиссер, один оператор. Рейд 2. Я обожаю эти обе индонезийские части, которые, как я уже говорил, не изменили весь кинематограф, на мой взгляд, боевой кинематограф. Слушай, это же, наверное, в хромакее, да, все снято, потому что… Вот первая фаза, мне кажется, да, потому что там дальше авария, а тут сидит актер, и, скорее всего, это сидит. И, скорее всего, мы сделали хромакей. Тут хорошая история, вот, например, вот кадр сверху. Машина без крыши разбирается, как машина-трансформер специально сделали. Так же, как в Extraction готовили 4 машины для одного актера. То есть одна, которую он водит, в другой, когда имитирует, что водит? Ну, не всегда он водил, потому что те кадры, где был сам Крис Хемпсворт за рулем, например, сверху было гнездо, и еще сзади сидел тоже каскадер. Нет, 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 Лев, Лев! Ты просто прошел! Ох! Ох! Вот есть ощущение, что была кукла в первом кадре, либо это дорисовано уже. Тут оператор тоже очень крутой, Matt Flannery. Вот тут интересная сцена тоже. Здесь анимированное кресло, там сидит тоже оператор, который забирает камеру и передает уже третьему оператору, который на платформе специально лежит. Там приварена вроде, да? Приварена, да, специальная платформа. То есть получается в одном кадре три… Три оператора. Три тебя. То есть это не обычные операторы, то есть это операторы-каскадеры, которые могут через машины провести… Камеры. Вот тут тоже камера задевает мотоцикл, они решили оставить этот кадр до конца. Чтобы более реалистично смотрелось. Да. Ты снимаешь экшн-сцену. Ты рискуешь камерой. Камера, которая стоит, мягко так скажем, не 3 копейки. Ну, да. Ты подписываешь какой-то договор? Если ты ее сломаешь, то тебя это из бюджета выписывают. Либо как? Нет, в России ничего не подписывали. То есть ты можешь смело просто взять и Лексу такой «Хрясь» и все. Большинство камер, они застрахованы, но был случай, что на проекты брали не застрахованную камеру и на одном проекте задели камеру, разбили какую-то часть, и нам пришлось оплатить. Нам — это установщика трюков. Если брать западный кинематограф, на экшн-сцены камеры — это как расходный материал, то есть они, если разбили, то окей, они списали это все, никто за это не платит. То есть они могут рисковать камерами? Могут рисковать, поэтому и получаются крутые сцены, кадры. Там, например, тоже, где мотоцикл задевает камеру, и непонятно, что там в конце было. Может, камера сбилась. А здесь как они сняли вот эту аварию? То есть он тоже оператор сидел, думаешь, или это просто камера статичная? Нет, это не статичная камера была. Грибовали камеру. Ну, насколько я понимаю, что мы делали такую сцену, примерно похожую, но там за рулем сидит актриса, тоже хромакей, и делали имитацию аварии. Ну, статично грибовали камеру рядом. И имитировали, что подушка безопасности срабатывает, и со спины у нас пушки были, мортиры воздушные, они силиконовое стекло еще добивали. И смотрелось очень круто. Мне интересно, вот в таких вот сценах, экшн-сценах, какой процент делает актер, какие-то трюки, какие дублеры? Машина просто грибует, и водитель, то есть актер, имитирует, что он… Просто крутит руль, это не знаю, да. Например, фильм «Джон Уик», там Киан Ривз специально учился ездить экстремальное вождение, и он какие-то трюки, какие-то развороты полицейские делал сам, вот, и это видно. От чего зависит вот это вот, когда можно поставить на платформу, когда нельзя? В российском кино всегда лучше… На платформе. На платформе. Это, во-первых, дорого разбить что-то, и все потом придется оплачивать. Мне кажется, вот это здание, его специально построили, пустое, чтобы оно сломалось просто для машины. И он заезжает на Козу. И влетает туда, да? Влетает это здание, и там несколько кадров сделаны. С другой стороны специально взяли кадр. У меня есть знакомые стадикамщики, которые носят камеру, чтобы ровная была картинка, и они с утра одевают жилет и бегают по улице, чтобы тренироваться. Тренируются. Да, да, да. Ты бегаешь с камерой? Так как я сам каскадер, очень много друзей, с которыми мы собираемся в спортзалах и занимаемся, и, соответственно, я беру с собой камеру, и мы снимаем какие-то экшн-сцены, либо смотрим из фильмов, хотим повторить, а давайте попробуем и заснять, и за счет этого у меня получается как бы еще и тренировка с камерой, например, то же самое. И тут еще есть один момент. Оператор очень любит снимать на фиг-рик. Что такое фиг-рик? Это такой круг, как руль машины, и по центру крепится камера. Соответственно, он все экшн-сцены снимает на этот фиг-рик. Ему удобно показать какой-то трюк за счет поворота камеры, и это выглядит очень необычно. Запах напалма по утрам. Из азиатских фильмов был фильм «Злодейка», где… Корейский, да? Корейский фильм, где девушка на мотоцикле очень лихо гоняет по городу и при этом фиктует на мечах. Снято в основном все на зеленке, и они отдельно еще снимали проезды, чтобы можно было накладывать их. Есть некоторые трюки, где снято реально, где завал мотоцикла. Вот такую же историю делали еще на Джонуике. И такую же историю еще в том же фильме, в фильме «Злодейка» снимали с автобусом. Камера висит на специальной веревке, и оператор просто облетает каскадеров и актрису, которая двигается. И то же самое делали в «Джонуике». Тоже облетали Киану Ривса со всех сторон, и он при этом тоже дрался. Окей, «Погоня Джонуика» на мотоцикле снята на зеленке. Здесь 50 на 50, т.е. зеленка и очень много экшена. А в русском кино как? Много ли используют зеленки? Либо в основном все реалистичное? В российском кино это все вот только-только начинается, потому что у нас очень мало снимает хороший экшен, но его практически нет. По пальцам можно пересчитать, да. Ну да, очень мало. Я думаю, что в будущем все будет хорошо. То есть мы в будущем сможем снять Ray 3? Я думаю, что вполне, потому что у нас очень много талантливых людей, которые хотели бы снять что-то подобное, и хороших режиссеров, которые бы хотели снять хороший экшен. Хороших актрис. Да. Которые хотели бы. Вот. Я думаю, что все возможно. Запах напалма по утрам. Ну, это такая дикая нарезка, просто. Фильм про Борна как раз. Тут экшен снят, но на то время это было очень круто. Это клиповый монтаж, очень сильная дикая нарезка, да вот просто глаз не успевает. И тут очень крутой прыжок, прыжок дублера с экшен-оператором. То есть вот тут как раз экшен-оператор, именно экшен-оператор, да. Прыгнул вслед за актером. Да. То есть это не на зеленке, это все прям реалистично. Реалистично это делали, прям очень круто. Понятно, что у них была страховка, на веревках это все делали, все достаточно безопасно, но это очень круто. На то время это просто был шедевр. Но вот за этот болезнь Паркинсона оператора это главный оператор решает, либо это все-таки экшен? Ну, на тот момент, скорее всего, решал экшен-директор, потому что, ну, согласись, что это было очень круто. Да, в свое время это было офигенно. То есть когда Мэтт Дэймон, оказывается, смог драться. Да. У меня была ситуация, я отснял для проекта «Превиз». Это мы все снимали с каскадерами, с постановщиком трюков. Приехали на съемочную площадку, показали «Превиз», оператор-постановщику. Он посмотрел «Превиз» и сказал, что это очень круто, но он так быстро двигаться не сможет. И предложил мне, говорит, сможешь так же отснять? Я говорю, да, с удовольствием смогу. И я всю сцену от начала до конца отснял сам. И это было очень круто и приятно то, что оператор-постановщик сознал, что сам бы он не смог без помощи экшен-оператора и каскадеров, и продукт получился очень хороший. Что такое «Превиз»? «Превиз» — вот когда режиссер дает постановщику трюку задание, определенную сцену, где происходит какой-то экшен. Задача максимально реалистична — показать, как бы это было в кино. То есть мы приходим в зал, расставляем коробки, например, это какой-то шкаф. Либо находим примерно подходящую локацию к той сцене и снимаем там. Максимально стараемся, например, если там какая-то перестрелка, если кого-то порезали, дорисовать выстрелы и кровь, чтобы это примерно было похоже, чтобы режиссер понимал, как будет выглядеть трюковая сцена в его фильме. Смотри, мы с тобой делали «Превиз», мы его там снимали, я не знаю, дней пять. Олег Подубный был постановщиком. Вот у меня вопрос. Как часто так заморачиваются, что просят «Превизы»? Либо в основном на площадку приехали и развели? Ну, последние два года мы постоянно снимаем «Превизы». А, то есть это уже вошло в норму? Как они называются? Вот, например, как в «Экстрекшене» делали там на 12 минут. Ну, длиннющий экшен, очень крутейший экшен, так как там тоже режиссер, каскадер, Сэн Харгрейф. Крутейший каскадер, постановщик трюков. И, собственно, он сам весь фильм отснял. Ну, у них был оператор-постановщик, так он сам рассказывал, что он выставлял свет и рассказывал, какой бы объектив он тут бы взял. И очень крутая сцена получилась на 12 минут. Поэтому некоторые операторы не могут отснять экшен-сцены так, как снимет экшен-оператор. То же самое, например, экшен-оператор не может красиво выставить свет, как бы это сделал оператор-постановщик, который отдал много лет и обучал это все. То есть это не две конфликтующие профессии, это две дополняющие друг друга профессии, но они абсолютно разные. Согласен. Фильм, после которого куча людей стали вдруг заниматься паркурами и ломать свои ноги, спины и все остальное. Мне кажется, этот фильм больше членовредительство сделал, чем многие другие. Вот обратите внимание, тут кадры выставлены очень статично, то есть камера не трясется, все очень плавно, и при этом все выглядит очень круто. То есть как бы смотри, экшен-оператор — это обязательно, чтобы должен прыгать, крутиться сальто, чтобы камера летала, либо вот такие статичные кадры тоже они снимают? Тоже снимают статичные кадры. Ну, скорее всего, это видит экшен-оператор. Если плохо двигается актер, например, в кадре, либо пускадеры, приходится где-то потрясти камерой. А, чтобы скрыть вот это все. Скрыть, да, но это нехорошо. Тут, скорее всего, выставлял кадр сам Рафаэли, потому что я видел, как он сам иногда снимает экшен-сцены, и видно, что правильно поставленные кадры под определенный трюк, поэтому все смотрится очень круто и очень много кадров. Но они все статичные. Это раскадровка, да, все-таки? Это рисуется до? Конкретно эту сцену они очень долго репетировали, и каждый трюк они отдельно в спортзале отрабатывали, потому что тут очень жесткие и серьезные трюки. И они уже подснимали некий привиз, чтобы на съемочной площадке это быстрее отснять. Конкретно в этом фильме работа экшен-оператора — это правильно выставить кадр под определенные трюки, чтобы не было видно, что это фейковый удар, чтобы правильно увидеть пересечение между ударами, красиво увидеть определенный трюк, потому что обычный оператор может выставить так камеру, что каскадер сделает очень сложный трюк, но его не видно. Собственно, почему я решил стать экшен-оператором? Потому что в основном все сделанные нами трюки сняты очень плохо. А, то есть он даже не понимает, как этот трюк снят? Да, неправильно выставленный кадр и, еще один момент, неправильный монтаж, потому что у нас, по крайней мере, так монтируют, что ничего не понятно, ничего не видно. Можно было не делать такой сложный трюк, можно было, например, упасть не с большой высоты, если они все равно не показывают, откуда летит каскадер. Еще, кстати, тут хороший свет, это же тоже важно. И важно еще и попасть в него, это тоже, потому что когда ты двигаешься, я знаю по себе, что если я двигаюсь в кадре, это очень трудно всегда следить за тем, чтобы я была в свету и так далее. Кстати, это хороший вопрос. Вот актерам часто нужно попадать правильно в свет, чуть в милиндраже это все. А бывает ли такое у каскадеров и экшен-операторов, когда им говорят, что вы должны сделать трюк и попасть вот в определенную вот эту точку? Бывают такие ситуации, но в хорошем кино уже выставляют свет так, что все нормально и всем безопасно и всем удобно. И каскадер попадет, и экшен-оператор все поймает, а в плохом кино говорят, что вот нужно попасть и ты обязан попасть в свет. И вот когда такие случаи, то что вы делаете? Попадаем, стараемся попасть. На самом деле это портит картину, сковывает каскадера, ему усложняет движение и он может травмироваться. А лучше всего, если там экшен-оператор, он сам подбежит и встанет на ту же точку, где будет круто смотреться и где будет безопасно, чтобы каскадер спокойно выполнял свою задачу, а камера все поймает. А вообще часто в камеру что-то прилетает? Кулак чей-нибудь там или нога? Кулак прилетает, нога, либо кто-то падает, задевает. А тебе самому прилетало? Я бровь все разбил изи ригом. Я отснял камеру, убрал в сторону, пытался объяснить каскадеру, как бы ему правильно ударить, чтобы я его поймал. Разворачиваюсь и тут изи рига мне прям в бровь. Ну, я сам себе как бы… Потому что я хотел одновременно и снимать, и рассказать каскадеру, как правильно двигаться. А это неправильно. А это неправильно, потому что есть постановщик трюков, который сможет это все показать, рассказать. Кстати, вообще мне кажется, что в нашем кино еще проблема, что каждый пытается выполнять еще чужую работу, и поэтому это еще как бы увеличивается время. Это классика. Это очень плохо, я считаю. А когда ты четко знаешь только свою задачу, то мне кажется, круче все получается. Согласен. ЗАПАХ НАПАЛМА ПО УДРАМ. Банды Лондона. Пятая серия. Это лучшая серия во всем сезоне. Тут перестрелка крутейшая и такая кровавая. Причем штука в том, что смотри, вот эту крышу, где они их расстреливают, они снимали на земле. Да. Они на земле построили одну крышу, вот, чтобы не лезть на второй этаж. И повзрывали, поснимали, а дорисовали зеленкой якобы это высота. Но есть момент еще, когда прыгает оператор вместе с каскадером. ВПЕРЕД, ВПЕРЕД! О, вау! Подождите, это склейка или это реально чувак прыгал? У меня есть ощущение, что можно было и прыгнуть. Скорее всего, это склейка, потому что ту фазу они снимали вот на той же крыше. А, да, крыша же не настоящая. То есть они не с настоящей крыши прыгнули и стрелились. Да, и сделались. Но все равно получается это та, что он пролетел. Ну да, но я считаю, что это можно сделать и в реале. У него же было, что в первом рейде, когда была дыра в полу и оператор вместе с чуваком прыгал туда вниз. И его там встречали на матах. Кстати, это тот же оператор, который снимал рейд. И поэтому стилистика очень похожая. Ну смотри, вот эти все перестрелки, это все летает. Вот это то, что не дорисовано, это же попадает в оператору. Он же очень близко здесь находится. Мне кажется, не сильно близко, потому что это определенный объектив. Это рисовали, как они стреляют. А какие-то фазы — это посадки. Посадки — это полиэтеротехнически заложенные в предмет. Очень крутой момент, когда они просто друг друга вырывают и пытаются вот убить, чтобы в последних сил. Заход как раз оператора в комнату. Разделили на 3 кадра, очень круто склеилось все. То есть оператор тоже вместе с актерами так же прыгает, падает? Ну, есть ощущение, что они убирали стену, чтобы оператор мог так же забежать вместе с каскадерами. Но есть ощущение, что рисовали. Не, они 100% рисовали, вся кровь здесь нарисована. Ну, это же офигенно смотрится. Ну, очень реалистично. Нет. Что, дяденьку жалко? Да. Вау. Нарисовали это все. Нет, это не нарисовано. Сам вот это тело, они на зеленке сняли манекен, в который набили кучу вот этой кровяки и его разорвали. Ну, выглядит это примерно как, когда вампиры исчезают, взрываются на солнце. Смотри, вот кино в основном снимает на Алексу, то есть среднестатистические фильмы. А для экшен, вот вы тоже снимаете на Алексу, либо у вас какие-то специальные камеры для этого, бронебойные? Вот сейчас вышла очень крутая камера Red Commoda. Она маленькая такая, но весит примерно, ну, 2 кг. Она очень удобная. И для экшен-оператора это очень комфортно, когда у тебя маленькая камера, и ты можешь свободно двигаться. То есть это большой плюс. Но если нет такой возможности и нужно снимать на большую камеру, снимаем на большую камеру. То есть это нормальная практика, когда, например, ты понимаешь, что да, это будет трюк, и ты пишешь там заявку, что мне нужно Red Commoda, и отдельно именно под твою сцену предоставляют новую камеру? В большинство случаев да, так. Но не всегда. Не всегда позволяет бюджет. Оператор-постановщик не хочет терять ту картинку, которую он делал до экшен-сцен, и просит оставить эту камеру. Лично я экшен снимаю в основном на широкие объективы. И чтобы ничего не пропустить, я так считаю, что на широкий угол экшен смотрится более динамичнее. В нашем кино в основном снимают на очень крупные объективы, и вся экшен-сцена получается… Седается. Седается, и ничего не видно. А вообще какие такие особые приспособления, примочки, чтобы вот так вот летать и вообще все, что с этим связано? Когда я снимаю экшен, я прошу оператора-постановщика, чтобы они отдельно заказали фикрик. Это специальное приспособление, как руль. И с ней очень удобно двигаться. Очень комфортно держать все углы, держать камеру, и, собственно, бегать, двигаться, и он дает определенную статику. В целом снимаю наручную камеру, это достаточно удобно. И даже когда происходят вот какие-то такие прыжки там со второго этажа или там за кем-то, бег? Я один раз прыгал с 15 метров в воду вместе с камерой. Мы не долетали до воды, а камеру мы подстраховали и подвязали веревкой. То есть ты как на тарзанке, да, вот вместе с камерой? Да, вместе с камерой. Есть же у нас фильм «Хардкор», да, где от первого лица все снято. Это кто снимает как раз? Там в этом фильме был очень крутой оператор с хорошими физическими данными, Серега Валяев. Там крутейший постановщик трюков Олег Поддубный. Собственно, он много чего сам разрабатывал, все трюки. И этот шлем надевали и каскадеры, и сам постановщик трюков, и оператор. И еще режиссер. То есть получается сам наш рулер одевал шлем и прыгал вместе со всеми каскадерами, либо он только игровые сцены? Нет, он снимал только игровые сцены. А ты сам снимал от первого лица? Вот буквально недавно на днях я снимал от первого лица. Вот меня так побрили, можете посмотреть, потому что видны были руки, да, и у актера не было волос. И вот теперь я хожу так вот. То есть получается во всех фильмах и во всех сценах, где от первого лица это все экшен-операторы бегают? В основном да, потому что это облегчает работу, это убыстряет работу и процесс. И получается качественно. Запах напалма по утрам. Я вообще считаю, что это просто крутецкая работа. Это актеры, каскадеры, герои, потому что вот я по себе знаю, что когда есть какие-то сцены в движении, то мне очень трудно параллельно еще и играть, и какие-то эмоции из себя, значит, что делать и выдавать. Да, то есть для меня это прям какая-то другая вселенная. Запах напалма по утрам. Сегодня мы разобрали интересное такое явление, как симбиоз двух разных профессий – оператор и каскадер. И в итоге получается экшен-оператор. Симбиоз каких двух профессий вы еще знаете из мира кино? Пишите в комментариях. Ставьте там колокольчики, в общем, нравится. Всем пока. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok